Ну что, Вова, я предлагаю обсудить сейчас, заменить немножко вектор нашего эфира, обговорить ситуацию в Иране. Не секрет, что для многих украинцев, и что логично, это государство ассоциируется сейчас с теми самыми дронами Камикадзе, устрашающими, которые несут смерть на украинскую землю. Но на самом деле важные моменты сейчас происходят в середине государства. Дело в том, что и массовые протесты, и это не только внутренняя иранская история, это история, которая может повлиять на очень многие процессы, относительно даже и вот этой страшной войны в том числе. Да, действительно так. Присоединяем к нашему эфиру директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса. Игорь Николаевич, приветствую. Здравствуйте. Доброе утро. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с иранскими протестами? Ну, скажем так, если говорить в общем, они продолжаются. Интенсивность меняется. То есть, временами эти протесты приобретают такой полномасштабный характер, когда на улицы иранских городов выходят тысячи людей, про миллионы пока еще не говорю. Иногда мы видим, ну, такое затухание этих протестов, но это скорее вызвано амплитудой вообще любых протестных движений. Она всегда движется по амплитуде, то есть не спадание, не возрастание. Но самое важное, что нужно говорить о том, что протесты не остановились, протесты не прекращены с доброй волей, скажем, протестующих. Ну и власти не смогли придушить эти протесты, не смогли силовым путем остановить рост протестного движения. Игорь Николаевич, давайте, пожалуйста, поговорим о том, чтобы наши зрители поняли, какая серьезная, колоссальная, кровавая, вот эта репрессивная машина действует в Иране. Вот, например, пример, да, есть самый популярный футболист в истории Ирана Али Даи. Это человек, которого знает весь мир как спортсмена, и вот он тоже участник этих протестов, высказывается против политики партии, так сказать. И, собственно, приговорен тоже к серьезному сроку, появилась даже информация о том, что смертная казнь, возможно, его ждет. Вот вопрос вообще, каким образом иранские власти душат сопротивление? Что угрожает конкретно тем людям, которые выходят на улицы? Давайте вот расскажем об этой тоталитарной системе в Иране. Давайте, ну, начнем, наверное, с того, что, скажем, в последнее время, ну, вот если вы обратили внимание, что недавно было принято решение парламента Маджлица ихнего иранского о возможности применения смертной казни именно по отношению к протестующим, отношению к тем людям, которые были задержаны. И это, конечно, крайне жесткая мера, на которую идет правительство, идет режим, поскольку раньше, ну, скажем, применение смертной кары было значительно ограничено отдельными категориями преступлений. И вот если мы говорим о политических преступлениях, то в большей степени эта смертная казнь не применялась. Второй момент, это, собственно, вот вовлечение в эти протесты людей публичных, людей, имеющих социальный капитал, доверие в обществе. Это связано с тем, что, как бы, политическая система, в целом политическая система Ирана начинает, скажем так, прогнивать. И даже умеренные исламисты, которые долгое время были такой альтернативой жестким консервативным группам в иранском обществе, они уже не воспринимаются обществом как собственная альтернатива. И появление вот этих новых лидеров, это вполне очевидная, вполне понятная история. Это происходит во многих безлидерных или там во многих сетевых революциях, а то, что сейчас происходит в Иране, несомненно, сетевая революция. И попытки властей перекрыть интернет, остановить различные действия различных интернет-программ, то есть социальных сетей, это как раз свидетельствует о том, что основное управление и основная координация происходит как раз благодаря этим сетям. Режим эволюционирует, эволюционирует в тоталитарной и попытки, вот сейчас мы видим, наблюдаются попытки, с одной стороны террором остановить протесты, с другой стороны ведутся переговоры с умеренными исламистами, которые пытаются перехватить повестку дня, собственно, протестов. И тот и другой путь, это во многом повторение ситуации, которая была до исламской революции, то есть это времен 70-х годов. И цикличность вот иранской истории, она, честно говоря, она так, вражая, что называется. И еще важно в этом плане отметить, что иранские протесты имеют свой темп, и этот темп отличается, скажем, от протестов, которые мы наблюдали то ли в Украине, то ли в краеостроенных Центральной Азии. То есть когда там... И он связан с тем, что мы имеем дело с такими сорокадневными циклами. Сорокадневные циклы религиозные, связанные с памятью к погибшим. И, соответственно, вот эти сорокадневные циклы в значительной мере будут циклами новых волн мобилизации протестующих. Для того, чтобы остановить протесты, на что готовы идти иранские власти? Правда ли, что не жалеют даже представители или родственников высокопоставленных чиновников, представители высших эшелонов власти? Говорим о племяннице верховного лидера Алейхом Ивнаии, тут, несомненно, так и происходит. Но это и другая сторона медали. То есть здесь речь идет о том, что уже даже дети эстеблишмента, то есть высшего духовенства, отказывают своим предкам, отказывают своим отцам и дедам в праве управления страной. И это свидетельствует как раз о системном кризисе всего режима. Поэтому это тоже можно рассматривать и с точки зрения тех процессов, насколько далеко зашел Иран в этих процессах трансформации и изменений. Конечно же, по мере развертания того самого революционного движения будут разные этапы. И попытка силового удушения, когда сейчас мы слышим, когда Алейхом Ивнаии призывает Басиджи, это, условно говоря, милишия, репрессивные отряды, по сути, таких, знаете, агентов НКВД, активнее участвовать в этих подавлении протестов. Но все это, конечно же, эти заявления, они имеют одну серьезную проблему. Дело в том, что Иране сейчас недостаточно ресурсов для того, чтобы действительно применить значительные силы для подавления протестов. Ну и экономическая ситуация страны ухудшается, это значит, что к протестам рано или поздно присоединятся широкие слои населения, недовольные экономическим положением. То есть протестный потенциал значительно выше и сильнее, чем попытки его уничтожить. И более того, здесь мы имеем, вот Иран очень так четко показывает эффект, или там эффект, когда применение насилия имеет обратный эффект. Когда попытки властей остановить протесты приводят к новым волнам мобилизации, и другие люди уже вовлекаются в эти процессы. Тут, собственно, племянница Олега Минаи, этому яркое свидетельство. Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот очень интересно ваше мнение. Вот какая ситуация. Депутаты парламента Ирана проголосовали за поддержку, за коропроекта о вступлении Исламской Республики в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это тот самый знаменитый ШОС. Вот объясните, пожалуйста, эта организация ШОС, она вообще должна как бы бороться с терроризмом. При этом ее участники, это Россия, которая развязала страшную войну в 21 веке на территории Украины. Ну и также туда метит сам Иран, который, мягко говоря, к этой войне тоже имеет отношение. Мы про дроны Камикадзе все знаем. Вообще, зачем этот шаг нужен Ирану? Какой тут смысл? Хочется быть ближе к России? И вообще можно более детально про этот самый ШОС? Ну, смотрите, дело в том, что это вполне такие стратегии, это вполне очевидные. То есть понятно, что вообще как бы использование термина терроризма и борьбы с терроризмом, это все, конечно, такие очень большие условности. Потому что в нашем мире терроризмом называется все, что не нравится. Раньше, ну, скажем, в Советском Союзе все, что не нравилось, называлось фашизмом. Поэтому в этом плане цели организации, в том числе бороться с терроризмом, это, конечно, общие слова. Что касается непосредственно вовлечения Ирана в ШОС или как бы вступления этой страны в эту организацию, речь идет о том, чтобы избежать, скажем так, существующей изоляции. И для Ирана это тоже демонстрация того, что они находятся в таком порядочном обществе, их принимают, с ними считаются и так далее. Естественно, что Шанхасская организация сотрудничества создавалась как экономическая организация, которая как бы предусматривала развитие региона в районе Восточной Азии и России. Восточная и Центральная Азия и Россия. И вполне логично, конечно, с точки зрения экономических возможностей подключения Ирана к этой сети. Хотя мы прекрасно понимаем, что существовали, по крайней мере, ранее противоречия и опасения по поводу Ирана у стран, скажем, Центральной Азии в связи с экспортом исламской революции, вообще исламских ценностей и так далее. Но, вероятно, эти противоречия и опасения преодолены или, по крайней мере, сейчас не являются актуальными. Интересная ситуация. В любом случае, последний вопрос, если позволите. Игорь Николаевич, а каким вы видите будущее Исламской республики, Иран, в ближайшей перспективе или в долгосрочной перспективе, учитывая все эти факторы, которые уже были озвучены, в том числе активное сотрудничество с Россией, страной-террористкой? Ну, давайте, не будем забывать, тогда, если не исходить из этого, Иран тоже страта-террорист и тоже имеет те же самые, скажем, эпитеты и звания. В этом плане, конечно, их сотрудничество вполне очевидное. Мы сейчас, если говорить об экономической составляющей, то сейчас мы видим как раз сближение этих двух стран. Они пытаются сейчас буквально днями обсуждать опять создание вот этого коридора между югом и севером. И сейчас как бы активно обсуждается, каким образом поставлять грузы через Иран в Индию и дальше. Иран нуждается, конечно, в зерне, нуждается в других продуктах. Ну, и, соответственно, Иран крайне заинтересован в деньгах. Но это, что касается российско-иранских отношений, военное сотрудничество очевидно также. Что касается будущего, мне кажется, что вот исходя из очевидных темпов развития вот иранского протеста, то можно предположить, что на следующий год мы будем иметь очевидный полноценный кризис власти. И вполне возможно, что режим будет трансформирован. Крайне сложно сейчас утверждать, каким образом и во что превратится исламский режим. Он может, это движение может происходить в разных направлениях, как в направлениях полного тоталитаризма и создания вот такого полноценного фашизоидного режима, или же по пути развала исламского правления, и, собственно, исламского вилоята, исламского правления. И здесь есть все, ну, по крайней мере, основания утверждать о том, что в следующий год Иран ждут серьезнейшее потрясение, и, возможно, такой страны, как Исламская республика Иран, мы больше не увидим. И на карте мира появится просто республика Иран, или вернется монархия. То есть, в любом случае, страну ожидают серьезное потрясение, это очевидно. Ну, а для нас самое главное, чтобы иранские дроны перестали беспокоить мирную украинскую землю, которая сейчас живет в условиях страшной кровопролитной войны. Иван Николаевич, спасибо громадное, было очень интересно, интереснейшая беседа. С нами был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Спасибо. Спасибо.